Я считаю, что это не очень разумно. Я не могу сказать, что я что-то там для нас вижу какую-то угрозу или еще что-то, но идея очень простая. Я даже в своих компаниях, когда мы можем что-то сделать сами, понятно, что мы много чего делаем для заказчика, много что делаем и делаем очень хорошо. Так вот, даже когда мы можем что-то сделать, многое можем сделать сами, мы стараемся сделать не сами. Просто для того, чтобы можно было проверять, организовывать конкуренцию между компаниями. То есть на самом деле что-то делать для себя – это всегда хуже. Это все те же люди, которые связаны, которые с друг другом знакомы, с которым ты, условно, не можешь этого человека, не можешь с этой компанией расторгнуть отношения, если они сделают что-то не так. Не всегда можешь выбрать то ли это лучшее, то ли не лучшее. Ты, грубо говоря, обречен использовать одно и то же. Поэтому на самом деле я считаю, что это просто ошибка – заниматься инсорсингом. Но надо понимать, где больше риск. Риск больше, когда у тебя работают твои люди, или риск, когда ты обратился к крупной компании, которая тебе всегда обеспечит замену, которая всегда отвечает за то, что она делает, будет работать и будет работать, очевидно, долго и хорошо. На мой взгляд, инсорсинг – это ошибка. А вот является ли это проблемой для рынка, не является проблемой. Я думаю, что это всегда по-разному. Бывают наплывы, когда больше инсорсинга, меньше инсорсинга. Сбербанк, вот сейчас он создал Сбербанк технологии, я думаю, чуть поиграется, потом тоже поймет, что надо это все сокращать и тоже перейдет на то, чтобы работать с рынком. Вот эти периоды бывают. Увеличение инсорсинга, потом понимание, понимание, что это не очень эффективно, и перехода к тому, чтобы заказывать задачи, и системы делать тем, кто это может делать лучше всего. У нас же не только системные интеграторы есть компания, у нас еще и дистрибьюторы. И я могу сказать, что на протяжении последних, наверное, уже 15 лет, ну, минимум 10, каждый год говорят, что вот дистрибуция вот-вот умрет. И как-то она никуда не умирает, все время дистрибуции компании растут и развиваются. Разговоры о том, что это системные интеграторы, там будут нужны, не нужны, это они смешны, потому что, конечно же, будут нужны и востребованы. Другое дело, что совершенно поменялось, что в дистрибуции, что в интеграции, меняется сфера того, там, круг задач. Там становится каких-то задач больше, каких-то меньше, возникают новые квалификации. Вообще, если кто-то занимается информационными технологиями, то нельзя говорить, что там он занимается, там, 20 лет занимается информационными технологиями. На самом деле, это совершенно разные 20 лет назад технологии и сейчас. Ну, они информационные, но совершенно разные, даже не похожие. Поэтому вот просто задачи интегратора будут как-то меняться. Но они раньше как-то менялись. Когда-то была там основная задача, это там скрутить провода, провести локальные сети, сделать там сейчас, они совершенно другие. Поэтому роль интегратора останется. Более того, я считаю, что она вырастет, потому что систем становится все больше, и наработанных инструментов становится все больше. Сделать так, чтобы они работали вместе и реально получать таким образом эффект, становится все сложнее. Продолжение следует...